Доброе утро всем! Я записываю, правда, ночью. Ну, посмотрим. Прогноз у нас на неделю. Неделя перед солнцестоянием осенним, на которую обещается очень много чудес. Складывается защитный треугольник, большой трин на небе. Три счастливых звезды к нам идут. Давайте смотрим, что предвещает дополнительная неделя. Убирайте свой вариант, но я все равно это к общей карте. Но вариант просто одному отсветит что-то сильнее. Кому не хватает времени, ставьте на паузу. Я открываю. Так, у нас рыцарь кубков и силы оба перевернутые. Ну, первый вариант. Рыцарь кубков это благие вести по воле силы. Но обе карты перевернутые. Это говорит все-таки о задержках. По силе-то вам придет благие вести, но не так быстро. Как хотелось бы. И еще говорят, что вы не можете наладить полностью отношения с тем, кого любите. У вас какие-то разногласия были. Знаете, мне королева кубков выпала и прямая. Получается, они друг к другу едут навстречу. В общем, кто жаждет любви, к нему идет любовь. Кто хочет примирения, тот примирится. Если вы сомневались в верности близкого вам мужчины или мужчину, вы сомневались в своей девушке, к вам идет девушка. Рыжая девушка. Вообще, рыжие волосы – это близкий человек. Это реально близкий человек. Карта с рыжими волосами – это настоящая такая любовь. Реальная. И хорошие отношения гармоничные. Но это не в жизни, а именно как синоним в снах, в картах. Но так как рыцарь перевернутый, он идет еще. Он еще не пришел. Но, с другой стороны, по-иному он тут не может и прийти. Иначе, как он ляжет, он пойдет как бы в другую сторону. Если бы дама была, к ней бы рыцарь шел. Тогда он бы шел к ней напрямую. В общем, он идет окольным путем. Если кто-то ждет с дороги человека, ждет, чтобы он позвонил, он позвонит. Если вы ждете, чтобы к вам кто-то вернулся, он к вам вернется. В любом случае, это благие вести, но с запозданием. А вот у второго варианта тут сила перевернута. Вы знаете, вы иногда идете, и может даже не иногда, против силы. Ну, скажем так, плывите по течению, а не против него. Вы боретесь против течения. Девятка мечей перевернута. Это вас расстраивает. Плывите по течению. То есть, делайте то, что вам удается. А не то, что сейчас не время ломать силой. И вообще, это вам совет на... Даже больше, чем на неделю, а на несколько месяцев. А может и больше. Плывите по течению, а не против. Делайте то, что вам... Вот удается вам это в данный момент. И делайте, да, и у вас сразу королева Пентакли выпала, а не девятка мечей. Если вы идете путем... Вот идет вам эта страна, этот город. Вот и не пытайтесь чего-то поменять. И если не идет, не пытайтесь бороться. В общем, тут такой совет. Если вас высиживают с этого места, вам в нем неудобно, вам в нем плохо, уходите. Если вам хорошо, вам удобно, вам комфортно, то и не думайте менять на что-то лучшее. И тут это очень четко. И вы попадете в гораздо лучшее положение. Вы тоже получите благую весть, но с задержкой. И задержка может вызвана не любовным быть, а именно тем, что вы идете против течения. Дальше еще. Если вы больны или вы переживали очень сильно по девятке мечей, ваше положение перейдет в королеву Пентакли, правда перевернутое. Ваше здоровье улучшится и положение тоже улучшится. Но не до конца как бы. За неделю не исцелитесь. Но в целом у вас пойдет на улучшение. Если это положение силы перевернутое выпало с тем, что вы отчаялись бороться с горем или с болезнью, то это состояние уйдет по королеве Пентакли. Королева Пентакли гораздо более комфортно. Да, я второй раз открываю карты совершенно произвольно. Мне та же королева Пентакли. И десятка дальше жезлов. У вас появятся силы для работы. Кто болен был, он вырвется из этого. Не пройдете. Особенно у кого тяжелая болезнь была, у кого тяжелое горе, вы тоже прорветесь. Конечно, там память след остается, но тем не менее. У вас будут силы продолжать жить дальше. Вот такой у нас был расклад на тару. Но я перейду ко второй части на рунах. По-моему, очень позитивно.